Встреча с Казахстаном Встреча с Казахстаном Встреча с Казахстаном Андрій, радий вітати вас у нашій студії. Власне, місцеві вибори 2020. Чи можна говорити, що вони 100% відбудуться у жовтні цього року? Наступроцентній вероятності, як говорили раніше, його страх тільки дають дані. На сьогоднішній день по ситуации епідеміологічної, прежде всего, я не вижу поводів щось переносити, поскольку, якщо все буде продвігатися, як запланировали, постепенна відмена карантинних, ограничительних мер, то времени достаточно, щоб підготовитися. Якщо ми помним досрочний вибор в парламент, нормально два місяця, т.е. все успели, все хорошо. Якщо с ослаблением карантина, не дай Бог, заболеваемость вернется, опять же волна, то надо будет смотреть, тут ніхто не може, я думаю, і МОЗ полностью не може предсказати. Якщо може бути ще проблеми? Политична мотивація, так. В будь-якому, в будь-якому, політичні аргументи отложити, це можуть бути, не політичні, а політики можуть висказувати денежні аргументи, що чого-то не предусмотрено в бюджеті в силу того, що потратились на коронавірус і т.д. І все це не може, т.е. вот цей момент може бути використований, але для цього повинна бути веска, действительно, політична причина. Т.е. почему-то їх отложити. Дело в тому, що опыту в Україні трактовки сроків виборів, він завжди присутствував то 4 роки, то 5, вспомните, допустим, те же самі містні вибори, які відкладывалися. Для начала, долгий спор, був парламентський вибор 2006-й, внеочередні 2007-й, коли проводити следующий. Потім був вопрос містний, т.е. 2006-й, а следующий, коли? Следующий, через 4 роки, 2010-й, прекрасно, в следующий 2014-м, нет, війна, 2015-й. Т.е. каждый раз находились определенные, ну, как бы так, законодательные такие вот аргументы для того, чтобы отложить. Поэтому на сегодняшний день готовых таких аргументов нет, но, скажем так, при определенных политических условиях это может произойти. Опять же, от аргументов, которые бы сейчас говорили о том, что что-то не произойдет или что-то невозможно, ну, я, по крайней мере, не вижу. То есть это будет слишком, то есть должно произойти нечто такое, быть инспирированное или произойти вот нехорошее, скажем так, чтобы был аргумент отложить выбор. На сегодняшний день президент говорит, ну, не только о том, что они будут, а о парламентской фракции «Слуга народа». «Слуга народа», да, все говорят, что они, что все будет, более того, там, ну, мы, наверное, поговорим там более широко, лидеры нашего государства об этом говорят, о конкретных каких-то вещах, связанных там с местными партиями и так далее. Ну, то есть пока каких-то сомнений, аргументов в том, что это не произойдет, нет. Значит, либо, не дай бог, заболеваемость, ну, либо они должны быть все-таки нормально, нормально пройти, потому что в любом случае, если какая-то из политических сил захочет их почему-то оттянуть, то, ну, протяжка в данном случае никого от, допустим, снижения рейтингов не спасет. Там одни партии и не очень-то повысят другие. Поэтому я не вижу какого-то такой ситуации, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, скажем так, кризисной в этом направлении, чтобы хотеть… Андрій, вот, стосовно вы загадали политических партий, чи спостерегаете вы подготовку местных оскаретков до майбутних выборов? Лишилось не так много времени за великим рахунком? Я думаю, что больше, чем перед парламентскими, вы знаете, это, опять же, из своего опыта скажу, такая вот вещь по поводу подготовки. То есть неоднократно было такое, что были определенные прогнозы о досрочных выборах, перевыборах того или иного парламента, еще когда ячейки начинали, то есть шел слух, что вот они, ячейки, собираются мобилизироваться, а потом-то так же этот процесс спадал. На сегодняшний день, я так понимаю, идет подготовка такая, скажем так, ну не то, что очень активно, не очень активно идет, я так понимаю, определение конфигурации, как оно будет происходить, плюс многие ждут окончательных изменений в избирательный кодекс, чтобы понимать, по каким вообще условиям будут идти выборы. На сегодняшний день, я напомню, пока что было в городах 90 тысяч избирателей плюс, идет пропорциональная система с открытыми списками. Она достаточно сложна, мы ее в прошлый раз чуть-чуть проговорили, если будет необходимость, еще раз. Ну, пропорциональная, то есть люди голосуют за партией, а потом, если захотят... Я думаю, в этот раз лучше давайте поговорим не про законодательные инициативы, а про какие-то реальные... Так вот, так вот, так вот, а в остальных городах будет как бы мажоритарка, то есть будут депутаты выдвигаться, и самовыдвиженцы, и от партий, но будет мажоритарное голосование. Соответственно, почему это важно? Потому что собирались снизить этот порог до 30 тысяч. То есть, насколько в городах 90 тысяч избирателей, это достаточно, ну там, серьезная часть городов, допустим, украинских, там вообще партия пойдет, или там нужно будет действовать не партийными какими-то методами, а мажоритарными, и наоборот. Ну, в принципе, я думаю, что определенная мобилизация штабов, скажем так, ревизия того, что было, того, что есть, я думаю, она происходит заинтересованными группами не только партийными, ну, а, скажем так, финансово-промышленными и всеми остальными, но активных вот, активное какое-то вот, активного движения его нет. Время от времени появляются те или иные палатки, но это в основном такие, знаете, ситуационные вещи, которые не носят пока системный характер. То есть все, я так понимаю, собираются силами, пытаются понять конфигурацию, пытаются разобраться с кем, как они пойдут, и вообще какая будет конфигурация вот этих выборов. Поэтому я думаю, будет усиливаться к лету, мобилизуется, ну, в принципе, самое активное, конечно же, после Дня Независимости, это уже традиционная такая вот… Ну, это уже будет выборчий процесс, без поскорения. Андрей, вот, если мы уже начали про партию, да, чему так мало відомо, або фактично ничего не відомо про діяльность месевого средства правлячей партии «Слуга народу»? Чи есть такая верогидность, что идет певный рассчитывание на адміністративный ресурс, или все-таки это брак кадров? Брак кадров, в том числе, вы знаете, наверное, это, наверное, все в комплексе, в любом случае партия «Власть», она рассчитывает на адміністративный ресурс, все, то есть для партии «Слуга народу» на сегодняшний день эти все, как бы, эти все причины, которые вы назвали, они идут в комплексе. То есть, с одной стороны, действительно, прошли в таком виртуальном пространстве, условно, там, первый тур президентских, второй тур, и так, как они назвали третий тур, это парламентский. То есть на сегодняшний день все были очень заняты турборежимом, и если уж вы понимаете, что на парламентские выборы не собрали местные осередки, ну, не было там известных людей, да, то есть были некие менеджеры, которые организовывали процесс избирательный, но таких звезд, да, на местах не было, то есть не было и тогда. А теперь нужно еще шире сделать эту структуру, поэтому то, что вы говорите про брак кадров, ну, это безусловно, то есть. И решить эту проблему, как в прошлый раз, то есть взять просто кого-то под бренд, уже в этот раз не получится по той причине, что, первое, люди разочарованы, люди уже начинают искать, начинают, будут считываться, где, как, кто, потому что вот действия нынешнего парламента многие разочарованы. Вот, то есть поэтому, а во-вторых, на местный уровень он все-таки ближе к телу, то есть меньше избирателей ходят, но они как-то более личностно относятся к процессу выбора мэра, прежде всего, депутатов. Соответственно, это большая проблема, и скоро этот процесс рекрутирования, он будет идти, поэтому, ну, в принципе, можно готовить попкорн, потому что людей нужно будет набрать еще больше, чем кандидатов в депутаты, депутаты, соответственно, там так называемых косяков, да, то есть так называемых случайных людей обещает быть еще больше. По поводу админресурса, любая власть, она не может не на него, не то что не рассчитывать, она каждый раз на него каким-то образом надеется, то есть это принято у нас модель, то есть есть определенные люди, назначаемые президентом и премьером, да, губернатор, ну, глава области, глава области, поскольку это четкая вертикаль, то игнорировать выборы невозможно, то есть этот человек ставится для решения экономических, политических задач, а во время избирательного года он поставлен, ну, то есть он занимается, смотрящим, да, то есть неявный начальник штаба, но человек, который, ну, у нас так принято в нашей традиции, к счастью или к сожалению, ну, это человек, который отвечает за данную территорию во время выборов. На половой, вот, часто. Да, да, поэтому здесь будет тоже активизация, не знаю, насколько это даст реальный результат, то есть будет огромное количество, я думаю, совещаний на местах от администрации президента, от офиса президента, да, будут организационные мероприятия. Почему я сказал неуверен в эффективности? Потому что каждая власть, практически за редким-редким исключением, вот, небольшого эффекта, то есть если нет общего рейтинга, если нет такой структуры, очень серьезной, именно не административной, а партийной, да, то есть на местах не чиновники, что были, а какие-то лидеры мнений, то совещаний всегда, чем хуже, тем больше, и чем больше, тем реально ситуация становится, ну, ситуация не решается. Поэтому я прогнозирую огромное количество вот таких лифтов, кадровых комиссий, приездов, там, курирующих этот орган, там, возможно, собранию губернатора, каких-то мероприятий таких, как бы, административного характера. По факту опыт показывает, что это приносит уже на сегодняшний день не самый большой эффект, скажем так, а тем более мы все понимаем, что местные структуры, правильно сказали, «Слуги народа», они и административные, в том числе, они не развитые. А они взагалі, знают, вот я, например, людина, яка, ну, плюс-минус так, цікавится политику, да, я не знаю, где у нас там же той же офис «Слуги народу», хотя ему на большинство формально. Ну, я тоже, честно говоря, не знаю, хотя он наверняка есть. На самом деле, это в какой-то момент было в плюс. То есть партия себя позиционировала, как открытое, современное в рамках интернету, да, то есть мы всегда можем поговорить, зачем вам идти в офис, если мы с вами можем поговорить онлайн, это как бы наоборот демонстрация открытости. На сегодняшний день это еще одна, скажем так, возможность не говорить с людьми лично, потому что мы понимаем, что общественная приемная, там, это всегда туда идут все. И возмущаться, и просить, и так далее, а кто им будет отвечать? И найдутся ли здесь адвокаты действующих депутатов или даже президента, квалифицированные, я не имею в виду судебный адвокат, а просто, чтобы с людьми поговорить и рассказать, что хорошо, что плохо. Опять же, дефицит кадров. Но я в данном случае имел в виду ту структуру, которая, ну, именно административная. Не обязательно отслуги народа, а те главы администрации, которые назначены президентом. То есть мы видим по многим, скажем так, показателям, что они фактически, а, не успели, скажем так, всеми рычагами здесь административными овладеть, да, потому что зачастую пришли люди новые, не очень опытные, как оно действует, соответственно, которых на самом деле они же не будут успевать за все ниточки дёрать, соответственно, легко как бы, им нужно время для того, чтобы вникнуть, им нужны способности для того, чтобы вникнуть, соответственно, им нужен авторитет. На сегодняшний день и нужно время для этого. Ни одного, ни второго, ни третьего, ни четвёртого у многих нет. Соответственно, подготовительные заседания, сбор актива будет, но про такой сумасшедший админресурс говорить не приходится. Скажу вам больше, ещё неизвестно, кто больше владеет админресурсом. Номинальная, условно, там, глава некой администрации, или те политические силы, которые были, есть и останутся, ну, вот, в рамках определённого горсовета, ну, и, соответственно, горсполкома. В рамках определённого облсовета и, соответственно, там, частичного администрации. То есть, поэтому, неизвестно, как себя и в чью сторону поведёт этот админресурс. Андрей, в этом контексте я хочу задать вопрос. Вот, багато говорят про партию мэрів. Что это за такой проект? На сегодняшний день чётко сложилась такая возможность для мэров, для местной власти представлять из себя определённую силу. Почему? Люди разочарованные были и остаются в парламенте. То есть, они надеялись на это, а всё хуже и хуже. Люди разочарованные в непрофессионализме и вот этих вот, ну, вопиющем непрофессионализме. И люди... В законодавчую, или законодавчую? Законодавчую, прежде всего законодавчую власть. Центральная власть, назовём это так. Кроме президента, к которому отношения плюс-минус нормальные. Ну, я бы сказал про 75% на просконференции. Нет, нет, на самом деле, на самом деле, давайте не брать оскарного президента, давайте просто смотреть на самую различную социологию. То есть, там не 5% Ющенко, условно, да, который... Ну, это на 10-й рік уже было. Ну, да, да, то есть, мы говорим на сегодняшний... Ну, через год сколько наша Украина, здаётся, десь близько 15-й набрала, да? Да, 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 да. Ну, то есть, это тоже был бренд, но там ещё, вы понимаете, если мы уже сейчас вернёмся к этим, взяли нашу Украину, а потом нашу Украину в народную самоборону, там всё-таки были помимо бренда Ющенко, там были ещё это Оценко, Оценко, Оценко. Да, 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 всё это... Скажем так, могут демонстрировать хоть какой-то близкий людям, там, эффект, какие-то результаты. Соответственно, плюс, мы уже сказали, структура местная у партии власти, у президентской вертикали слабая. Соответственно, вариант, скажем так, навести тут порядок, я имею в виду порядок в данном случае в кавычках, то есть органы местного самоуправления на самом деле давить нельзя. Но всё понимаем, что так или иначе центральная власть может оказывать определённое влияние. Так вот, здесь каким-то образом даже Зеленский зря привет передал Майру Черкасу. То есть ты, если передаёшь, так уже передавай, да, а так, наоборот, это ещё один дополнительный был показатель, что, ну, то есть, погрозил кулачком, а ничего не произошло, это ещё хуже. Ну, такая ситуация с Михаилом Борбачёвым своего часа была, да? И Михаилом Борбачёвым, вспоминаем, Янукович, он передавал привет Львовскому, СБУ и так далее. То есть мы, куча таких примеров, когда вроде бы статус есть, реально оказать влияние невозможно, потому что более авторитетен мэр на месте в данном случае, а действовать вне закона силовыми методами – это ещё хуже. То есть, условно говоря, посадить не посадят, а рейтинг поднимут, страдальцы сделают. Соответственно, переходим к партиям мэра. Возникла такая тенденция, да, когда такая происходит политическая децентрализация, когда абсолютно спокойно, практически спокойно любой мэр может сказать, ну, который имеет тут определённый рейтинг на своей территории, в своём городе, что, а вот так вот нужно, вот так вот, вот так вот, и он будет получать, а центральная власть плохая, он будет получать поддержку людей. И когда таки мэр один, два, ладно, а когда это на самом деле ряд мэров… – Днепро, Одесса, Харків, Вінниця, Львів, да? – Да, плюс прибавьте к этому, что помимо вообще такой ситуации, те города, которые вы назвали, ну, прежде всего, Харьков, Одесса, Харьков в частности, там, помимо того, что именно ситуация, ну, оптимальная, тот же Кринес, он и в плохой ситуации всегда брал, имел авторитет в городе, брал хороший процент. Мы не обсуждаем сейчас хороший он или плохой, но факт поддержки присутствовал. То есть человек, который на себе внёс возрождение в местные органы власти, да, на секундочку. – Не дорожняться партия, а вид, я ковидат у вас. – Да, 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 потому что на тот момент регистрация была не на оппозиционному блоку, там были проблемы определённые, соответственно. То есть ещё даже без этой хорошей ситуации, благоприятной для местной власти, и так были такие местные элиты, в некоторых городах достаточно сильные, которые противостояли сильной центральной власти. То есть есть, соответственно, зарождается такой плацдарм, благодаря которому можно выйти, так сказать, хорошо выступить на местных выборах. И здесь зарождается мэров следующая идея. Первое. Зачем каждый свою партию будет тянуть, если можно, условно говоря, партия мэров, и каждый будет голосовать за своего мэра. То есть не за партию Кернеса в Харькове отдельно, за партию Труханова в Одессе, например, за партию Филатова здесь, а собрать всё вместе. То есть везде люди будут голосовать за один и тот же бренд, голосуя на самом деле за Кернеса, Филатова, Труханова, Кличко. Но означает такая ситуация борьбы местной власти и центральных органов власти. Вот я вчера говорил на вашем месте, сидел секретарь Днепровской миссии Ради Олександр Санжара, да? Он говорит, что есть определенное противостояние. До какой межи оно может идти? Ну, на самом деле, эта тема противостояния неэффективной, непрофессиональной, но это я говорю лозунгами сейчас, то, что будет использоваться центральной власти и близкой к людям эффективной местной власти, оно будет, это будет активно использоваться. Если вы имеете в виду межу, скажем так, конфликта, который может быть угрозой для страны, я думаю, нет, потому что на самом деле идеальным вариантом для партии мэров было бы создать мощный бренд, с которым бы они зашли потом в Верховную Раду. То есть они сами хотят стать властью. До выборов в парламент, как сейчас, дорогой еще далеко. Тем не менее, то есть этот вопрос, если будет хороший результат показан на выборах, да, то это будет на местных выборах, то это будет плацдарм для того, чтобы делать большую политическую силу, профессиональную, взамен старым политическим силам, брендам, не буду называть, от которых люди устали, и взамен новому политическому бренду «Слуга народа», который явно потеряет голоса, ну, в силу, я уже говорю, такого вот имиджа непрофессионализма. То есть освободится огромное число людей, разочарованных и в старых, и теперь уже в новых, просто новых, но не профессиональных, возможно, вот этот вот плацдарм нужно будет занять. Понятно, времени еще много, но тем не менее, это может быть. Это из хорошего, какая перспектива, в принципе, ее всегда нужно стратегическую рисовать, иначе собираться всем вместе мэром, который и так себя хорошо чувствует, каждый на своем месте, ну, не хорошо, а уверенно, да, собираться, потом расходиться, ну, это было бы стратегически неправильно. Ну, это, как бы, о хорошем для них, о плохом. Давай-то я только тезову, о скольке часу. Да, 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 о плохом, на самом деле, это все сильные местные лидеры, которые, если партия будет вырастать в сильный общеукраинский бренд, там начнется борьба между ними за место под солнцем. Поэтому плюс, возможно, стратегические цели, минус. Ну, 50 на 50 эта партия может просто не дожить, как единый бренд в силу внутренних амбиций. Вот это проходят все, и с этим справляются единицы вот таких вот брендов, где внутри находятся люди абсолютно самодостаточные, в своем времени, которые имеют амбиции, требования, ну, быть на первые. То есть, пусть будет главный там Кличко, а два заместителя там другие. А почему Кличко? Просто потому, что он Киева, нет, давайте кто-то другой. Потом компромиссная фигура и так далее. То есть, там, возможно, разные политические процессы и, то есть, волны для этой партии, если она будет создана, будут. И последний момент, да, который тоже самое может помешать этой партии вообще создаться. На самом деле, они еще не договорились. Возможен вариант, что из-за амбиции партии такой вообще не произойдет. Вот это я вполне себе допускал. Андрей, насколько сейчас можно говорить, насколько изменится конфигурация у Днепровских местных, у Днепропетровских областных районов за результатами выборов? Чи есть какие-то партии, которые точно, как-то скажут, пролетают? Вы знаете, мне очень точно говорить по области тяжело. Я вот, я цифр по области давно не видел, поэтому я так могу претензировать. Ну, давай тут идти по месту, да. Если все будет в сроке, то изменится конфигурация. Она изменится, во-первых, партийно. То есть, если еще экстраординарно не произойдет, слуга народа заходит, потому что, ну, такой рейтинг потерять, ну, это, вернее, ну, как бы так, во время выборов не стабилизировать достаточно трудно. Дальше конфигурация, пока что, тенденции следующие, больше будет представительство, скажем так, достаточно солидное представительство, назовем так, консервативных партий, типа «За життя» на сегодняшний день. Вот такая вот вещь. До речи, ОПЗЖ, опозиционная платформа «За життя», че верно говорить, что это, фактично, партия, которая поддерживает Бориса Филатова? Хоча мы розуміємо, что, фактично, после раскола опозиционного блоку, да, это, ну, можно сказать, такой, наибольший шмат колешнего опозиционного блоку, да, вот на минулых выборах ишел Олександр Вилкул, и там было такое противостояние, очень серьезное. Ну, ОПЗЖ в центре, ОПЗЖ на местах, это, ну, не то, что разные вещи, это отличающиеся вещи, поэтому я не удивлюсь, если местного ОПЗЖ будет настроена, скажем так, на диалог с сильными представителями здесь политикума, да, для того, чтобы в Горсовете, имея хорошее значительное число голосов, собственно говоря, участвовать в городской политике, то есть не идти в жесткую оппозицию. Тем более, что и Борис Филатов на сегодняшний день это не тот Филатов 15-го года, которому, допустим, оппозиционный блок или ОПЗЖ мог идти в жесткую идеологическую оппозицию, то есть Филатов обтисался определенным образом в политическом смысле, то есть характер не изменился, я так понимаю, но в политическом смысле, поэтому он тоже идет на ситуационный более или менее или не ситуационный диалог с любыми парнями. Это будет у МИСКИЙ РАДИО, скорейше за все, Европейская Солидарность? Я не буду предсказывать, возможно, то есть в зависимости от качества, здесь будет зависимо от качества компании здесь, потому что рейтинг невысокий относительно, соответственно, очень многое будет зависимо от того, насколько в саму компанию люди будут активно, плотно поработать с избирателями, то есть там плюс-минус, условно, там тысяча голосов будет решать. Ну и какая-то фракция, напевно, будет чисто промышленность? Ну, я думаю, громадская сила не упустит свой стабильный, но не уменьшающийся, не увеличивающийся электорат. Возможно, вот одна из, если будет местная партия, да, какая-то сильная, то действительно, может, Филатову нравится, не нравится, но на своем рейтинге он заведет определенную партию. И по сегодняшней ситуации, думаю, Шария партия зайдет, думаю, зайдет по конфигурации его электората, то есть, ну, долго говорить не будем, просто сказать, по конфигурации его электората, скажем так, условная, там, молодая, люди, считающие себя умными, начитанными, но настроенные, скажем так, не ультрапатриотически, скажем так, больше консервативно, и, то есть, это будет. Что в среднем мире ШОПЗЖ, это слуговые народы, да? Да, да, то есть, вы знаете, я, как политолог, скажу, то есть, есть, мы очень привыкли развешивать такие сразу ярлыки, хороший и плохой, этот хороший, этот плохой. Я вам скажу так, я по-другому, я сначала контент оцениваю, а потом уже источник. Так вот, спикеры всех партий, в том числе Шария, сам он, то есть, я понимаю, за что он нравится определенной части людей, там, ну, там, я понимаю, какие аргументы действуют на людей. И еще один момент по поводу смены конфигурации, возможно, смена конкретных личностей, да? Андрей, давайте про это уже наступного раза поговорим, оскільки одно питание у нас залишится так без ответов, да? Кто может скласти конкуренцию Борису Филатову на выборах, оскільки сам Борис Филатов сказал чітко, что он иде на выборах. На сегодняшний день, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что такого жесткого большого кандидата нет, я не хочу делать промоушен, потому что обвинять непонятно в чем разным кандидатам, но выдвижение того же Рженко, это как раз тот кандидат, о котором, тот образ кандидата. Головный лекарь, да, да, который будет очень неудобен для сегодняшнего мэра, для сегодняшней власти в силу того, что Филатов привык быть в бою в жестком противостоянии и в нем, ну, там, побеждать, да? Рженко человек, я не говорю глубоко о личности, о чем-то еще, имидж очень позитивный, то есть с ним нельзя воевать. Воюя с ним, падает рейтинг у того, кто с ним будет воевать. Он в целом позитивный персонаж. Так, давайте по прізвищах пройдемо, кто еще может быть? Ну, я наверняка буду пробовать. Бужанский, Гуфман, кто? Вы знаете, кто угодно может быть. Не, ну, кто угодно, я имею в виду, что они будут вести переговоры относительно того, что будет происходить. Соответственно, возможно, Гуфман, на первый тур пойдут, могут пойти многие. Бужанский, Гуфман, ну, то есть, единственное, там, возможно, какие-то договоры будут от очень близких политиков, что кто-то из них снимется в процессе еще до первого тура. Вот, поэтому в этой ситуации для того же Филатова будет необходимо либо побеждать в первом туре, пытаться, что на сегодняшний день, даже при высоком его рейтинге, вряд ли возможно. Потому что во втором туре действительно будет определенная опасность, поскольку второй тур – это голосование не за, а против. При всех там плюсах, минусах действующего мэра достаточное количество людей его не поддерживает. Поэтому будет угроза, его команда, думаю, понимает, это угроза второго тура, когда сплотятся все, кто почему-то его не любит. Плюс, в отличие от 2015 года, когда антиреклама против Филатова не было практически вообще, в этот раз, ну, потому что нельзя было ругать человека, который защитил… Такой рекламы будет достаточно много. Андрей, все, не лишается, на жаль, у нас часу. Будет несумно, я думаю. Будет несумно. Так, я вам дякую за эту разницу. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с политическим экспертом Андреем Клячином. На все добре. Субтитры подогнал «Симон»